Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я играю в игру под названием Кома 2. Итак, в этом прохождении я собираюсь найти абсолютно все записки. Так, а также параллельно найти все ручки. Подожди, Йонха! Ты должен проснуться! Йонха, прошу! Три недели назад, мой лучший друг впал в загадочную комнату и все еще не проснулся. С тех пор мне снится один и тот же темный сон о нем. Он совсем один, ловушки. Я понимаю, что это просто сон. Мне казалось, что мы будем неразлучны. Но где же ты теперь? Ты так крепко сжимал этот медальон, когда тебя нашли. Моему лучшему брату, Паксуми. Паксуми, кто же ты? И почему мне кажется, что мы знаем друг друга? Ну и занудство. Рада все, что все закончилось. Сообщение от Дахен. Красный кот. Как закончишь с бешеным псом, жду тебя в туалете. Это важно. Будто мне в радость сидеть в его классе. Интересно, что там может быть такого важного? Для передвижения нажимать... А, ну это мы все знаем. Так, дело в том, что почему-то я играю на клавиатуре, но у меня почему-то появились иконки... Именно геймпада. Так, я специально, кстати, взял этот скин. Потому что вроде как... Потому что еще в первой части Йонхо упоминал, что Мина популярна у них в школе. Поэтому я выбрал такой скин, чтобы сделать ее более популярной. Пакмина! Ты там? Выходи, выходи! Эй, я здесь пытаюсь сосредоточиться. Ой, сорян. Приветики. Боже, как неудобно получилось. Ну знаешь, как говорят, терпение это добродетель. Ой, да ладно. Ну как урок? Как обычно, хотя, честно... А, как обычно, хотя Йонхо уснул и начал храпеть прямо во время лекции. Бешеный пес так взбесился, я думала, что его инсульт хватит. А теперь выкладывай. О чем таком важном ты хотела поговорить? Ой, точно, короче, шла я в класс и наткнулась на Менгеля. Это не то, что мне было бы интересно услышать. А, это не то, что мне было бы интересно услышать. Правда? Ну, это напомнило мне, что я хотела сменить свой обычный маршрут. Кстати, я все еще... Кстати, я все еще натыка... Натыкаюсь на этих тупых куриц из 2.5. Прям бесит. Может, ближе к сути? Тут кое-кому нужно уже идти. Слышь, раскомандовалась. Короче, Менгель, Менгель типа дал мне это и просил передать тебе. Вы получили письмо Менгеля. Ну и что там? Сышь, детка, мы... Сышь, детка, мы прошли 9-й ининг. Может, хватит ломаться и играть в скромняшок? Обведи ответ. Да, нет. Искренне твой, Менгель. О боже ж мой. Ну и фу, аж мурашки от омерзения. Будто написано шестиклассником. Удивлена? Менгель особо не блещет интеллектом. Ну что будешь делать? Раз он так любит... Раз он так любит бейсбол, то, возможно, скомкаю это и брошу ему прямо в лицо. Если повезет, то он отобьет. Это письмо как можно дальше от меня. Знаешь, он вроде как прав. Ты о чем? Тебе не кажется, что уже хватит его динамить? Я его не динамлю, просто не хочу расстраивать. Ты жаловалась на него в течение всего прошлого года. Хватит уже мямлить. Просто забей и скажи, что у него нет шансов. Легко сказать. Все не так просто. Он всегда добр ко мне. Большинство девушек готовы убить за то, чтобы быть со школьной звездой бейсбола. Что с тобой не так? Ты не понимаешь, Мюнгель такой... Грубый, что ли? Ну, чтобы ты там не над... Так. Ну, чтобы ты там не надумала, делай это побыстрее. Я уже устала от его преследований. Ладно, поговорим об этом в другой раз. Мне пора, в класс Мисон. Ох, чтоб тебя. В чем дело? Я еще не ела и забыла кошелек в классе. Можешь выручить и купить мне батончик Охана в кафетерии? Буду должна. Буду ждать тебя там. Ладно, только поторопись. Так, ладно, побежали назад. Думай быстрее, сюда идет Мюнгель. Что? Я не могу сейчас с ним говорить. Задержи его. Ты что, прикалываешься? Йоу, прощавка. Какого черта, Мюнгель? Не называй меня так. Эй, че с лицом? Я прикалываюсь, слышь. Одна из старшеклассниц из... Одна из старшеклассниц из 2-5 сказала мне, что это твое погоняло. Ха-ха. Не слушай их. Чего тебе? Да ничего, иду на поле... А, да ничего, иду на поле. Немного разомнуться. Я, эээ, ты Мину не видела? М-м-мину? Не-а, не-а. Давно я ее не видела. Но ты отдала ей письмо, да? Что она ответила? Она, она это, типа, спешила. Так что не думаю, что у нее было время прочитать. Ох. Ну, тогда скажи ей, какого... Йоу. Ты оглох? Сехлузер, тащи сюда свой зад. Эм. Мина? Мина? На что уставился? У меня мало времени, толстопус. П-п-привет, Менгель. Ты принес мой обед? Ты знаешь, я не могу играть в бейсбол на чертов голодный желудок. Короче, с меня хватит. Мина, давай вылази. Какого черта, Мина? Это было совсем не круто. Зачем? Зачем ты позвала меня? Он почти поверил. Ты подставила меня, боже ж ты мой. Видела его лицо, когда мы прилетели мимо, как идиотки. И слышала, как он меня называл. Уф, без обид, ну ты... Ну ты постоянно так делаешь. Ты нас... Так, ты настоящее подставляла. Эй, ты чего? Слушай, давай-ка ты уже перестанешь быть бесхребетной. Ты не в первый раз меня так подставляешь. Короче, пора вз... Короче, пора возрослеть. Теперь сама будешь решать свои проблемы. Блинский, прям королева драмы. Что с ней не так? Я опаздываю, пора идти в класс Миссон. Так, ладно, давайте. Так, присядем. А где, подожди, я здесь? Да, вот. Прошу всех не шуметь. Переключаемся на английский. Как ты сегодня? Класс, я хочу познакомить вас с новым преподавателем школы Сехва. Этим летом он поможет всем улучшить свой английский. Хеллоу, класс, меня зовут Шанс. Я очень рад встрече. Мне жаль, что я не могу остаться сегодня, но я был бы рад поприветствовать вас. Завтра познакомимся получше. Увидимся позже, Шанс. Уверена, что вы все спешите узнать свои результаты экзамена. Я раздам их в конце урока. Мы закончим немного раньше. Я хочу, чтобы сегодня вы все увидели красную луну. Это редкое явление. А сейчас, пожалуйста, откройте страницу 84 в своих учебниках. 22.00. Урок окончен. Я получила Б с плюсом. Не могу поверить, что со мной не так. Б с плюсом это четверка с пульсом. За этого Миссон задержала меня после уроков. Скорее бы добраться домой и отдохнуть. Хм, кажется, я последняя. А? Это разве не... Сехо? Что он все еще здесь делает? Старая кладовая? Я думала, она всегда заперта. Интересно, что там? Могу поклясться, что он только что вошел сюда. Сехо? Куда он делся? Отсюда видно, как поднимается красная луна. Довольно зрелищно. Так, и вот в этот момент мы попали в кому. Теперь мы можем сохраняться. Кто-то возвел здесь странную самодельную святыню. Здесь фотограф... Здесь фотография той девушки с медальона Йонха. Что тут написано? Сегодня взойдет четвертая и последняя красная луна темной тетрады. Когда начнется, великий скрежет врата омбры распахнуться и впустит мою злобную сестру в наш мир. Только тогда она отпустит мою проклятую душу. Я? Я как-то... Мне нехорошо. Сработало. Действительно сработало. Ты еще и медальон принесла. Отлично. Вы, нормалы, такие предсказуемые. А? Кто-то идет. Опять они. Черт, черт, черт. Почему они не от... Не... Так, почему они не отстанут от меня? Парень сбежал. Снова. Он обманчивого быстро. Правда, что-то обронил. Хм, это не тот артефакт, который мы ищем. Это просто бесполезная зажигалка. Узнаешь эту девушку? Видел ее раньше, ученица Сехвы, из класса Сон. Как она попала в кому? Это не наша забота. Сосредоточься. А, это не наша забота. Сосредоточься. Сегодня у нас есть проблемы поважнее. Этой пташке повезет, если переживет хотя бы ночь. Где Хэнбэй? Его не видно с тех пор, как мы прибыли. Он? У него свои... У него свои приоритеты. Просто поймай этого наглеца до того, как он начнет доставлять проблемы. А я найду лунный ладан. Все остальные... Все остальные знают приказы министра. Помните, наши миры связаны только этой ночью. У нас нет времени и права на ошибку. Тогда не... Тогда не стоит медлить. Идем. Что происходит? Который сейчас час? Боже мой! Я потеряла сознание. Ни черта не вижу. Что это? Вы получили странную зажигалку. Так, надо сохраниться. На столе лежит открытая книга. На ее странице наскоро нацарапано несколько имен. Будьте бдительны и не затеряйтесь в коме. Напишите свое имя в книге, воспоминаниях и не забывайте себя. Х-Е. Мое имя? Хм. Интересная механика сохранения. А? Дела выглядят так, будто сделаны из воска. Их неизв... Так, их неестественные позы создают жуткое зрелище. Это место? Что здесь не так? Нужно выбираться отсюда. Должно быть, это какой-то плохой сон. А, у меня карты нет, точно. А, нет, есть карта. Так. Мы же знаем школу. Нам карта поэтому не нужна. Так, нам надо в кафетерий отправиться. Так, сразу же отправимся в кафетерий. На третьем этаже у нас не должно быть никаких препятствий. И в кафетерии должна, вроде как, первая записка находиться. Так, водичка. Ну, я не думаю, что нам нужно что-то покупать. Это девушка. Блин, зря ты тут остановилась, короче. А, все, она не будет нас трогать. Она же может тебя цапнуть. Эй, ты в порядке? Она... Она странно выглядит. Разумно будет не подходить к ней. Эти контейнеры помечены странной эмблемой. Эти препараты предоставлены министрам. Берите то, что нужно, чтобы закончить работу. Охотники на духов. Хюнбэй. Похоже, их уже открывали. Интересно, осталось ли что-нибудь полезное? Так, бинты возьмем. Монетка. Так, конечно же, сохранится. Батончик. Может пригодиться. Так, а вот первая записка. Вы получили вырванную страницу. Так, не то. Итак, жизнь в Канжу. Суми. Я родилась... Я родилась в скромной семье. Осенью 1938 года. Семь лет мы жили в нашем небольшом семейном домике. В Кванжу. Мой отец был фермером. Выращивал рис и ячмень. Мать работала на хлопковой мельнице. Мы со старшим братом сухо занимались домашними делами, которыми не успевали заниматься наши родители. В те годы каждый работал в меру своих сил. Работу нужно было делать, и мы работали с большим усердием. Это были трудные годы. Но мы были счастливы, потому что мы были вместе. Находя друг в друге утеши и смех. Эти ворота тоже закрыты? Да ладно. Возможно, сотрудники оставили ключ за стойкой бара. Нужно проверить. Последняя записка сотрудникам столовой. Вы получили записку из кафетерия и ключ-карту персонала. Хм, кажется, работница кафетерия работала сверхурочно. Ей сказали, чтобы она взяла ключ-карту подземной парковки в кабинете охраны. Возможно, я смогу выбраться из этого жуткого места. Так, это не то. Будем описание предметов тоже читать. По мере их нахождения. Потому что я не всегда читал. Ну, успевал читать. Я иногда предметы уже отдавал. Либо они у меня использовались и пропадали. Ну, вот эти вот полезные предметы, такие как вода, я зачитывать не буду, конечно, описание. Потому что я уже зачитал в первом прохождении. Странная зажигалка. Эта зажигалка горит потусторонним светом. Скомканный портрет. Портрет этой девушки был внутри таинственного надалена. Так, наоборот, и подпись. Моему любимому брату, Паксуми. Ключ-карта персонала. Дает доступ к помещениям, доступным только школьному персоналу. Записка из кафетерия. Записка сотрудника службы безопасности школы для сотрудников столовой, работающих сверхуочных. В ней сказано, что ключ от парковки находится в его комнате. Результаты экзамена мины. Мисс Сон оценила ваш экзамен по английскому на печальную Б с плюсом. Ну, или четверка с плюсом. Так, ладно, сразу же мы возьмем вторую записку. А, вторая записка. Блин, она находится в другом месте. Ну, то есть она находится в туалетах. Так, я уж не помню. А, ну да, все верно. Так, опа, ааа, так, это Толя закрыта нам здесь. Так, где тут записка? Вот она. Вы получили вырванную страницу. Судьбоносный день. Суми. 15 августа 1945 года. Мой седьмой день рождения. Впервые за 35 лет нация отпраздновала свою независимость. Мой отец считал хорошим предзнаменованием то, что день рождения его дочери приходится на такой день. Мама ругала его за чрезмерное суеверие. В конце месяца он внезапно объявил, что мы продаем нашу землю и переезжаем в Сеул. Искать лучшую жизнь и быть ближе к его брату. Хоть и я была ребенком, но до сих пор помню, как наше путешествие в большой город длилось вечность. Чтобы сократить время, мой брат учил меня играть на своей флейте. Ему еще долго придется обучать меня. Но теперь эти уроки драгоценные воспоминания. Так, теперь еще одна записка где-то рядом с учительской вроде находится. Где-то вот здесь, в этом районе, я точно не уверен. Либо в самой учительской, либо где-то рядом с учительской в коридоре. А, вот, нашел. Здесь, здесь разрослась и укоренилась стена странных щупальцев. Вот она. Вы получили вырванную страницу. Институт Сехва. Суми. Месяцы после нашего, так, месяцы после нашего прибытия в Сеул были бурными. К ужасу моего отца это было опасное время. Политических потрясений. Моя семья поселилась в неразвитом, в неразвитом районе Сан-Сын. Он славился двумя вещами. Выразительным присутствием католических миссионеров и выдающимся институтом Сехва, которым управляла таинственная американская семья. Наше сообщество хорошо знало организацию за ее общественные деяния. Несмотря на преимущества, которые их проекты приносили нашему округу, институт Сехва всегда находился под подозрительной завесой секретности. Так, следующая записка у нас находится. Еще ниже надо спуститься. Так, ладно. Давайте-ка мы пока туда не будем заходить. Где-то здесь еще одна записка должна быть. Вот она, нашел. Монетки тоже лучше собирать, конечно. Так, вырванная страница. Так. Изучение английского сумми. В период с 1945 по 1949 год институт Сехва укрепил свое присутствие с Сан-Сын. Они открыли больницу Сехва и расширили академию Сехва, основанную в 1932 году. В обоих учреждениях преимущественно работал персонал с запада. Сухо учился в академии и свободно говорил по-английски. У него была склонность к языкам и наши родители очень гордились его интеллектом. Он даже научил меня читать и писать по-английски. Мое восхищение им только росло с каждым днем. По-правде говоря, я хотела быть такой же, как он. Я все еще практиковалась с флейтой, которую он подарил мне много лет назад. Это был мой личный способ следовать по его стопам. Так, здесь тоже сохраниться не получится, к сожалению. Это настоящее тело и настоящая кровь. Что с ним произошло? Нужно позвонить в полицию. Телефон не работает в такой момент. Ладно, нужно просто успокоиться и сконцентрироваться на том, что отсюда... Как отсюда выбраться? Ну да, тут не сохранится. Так, перцовый баллончик. Что это? Похоже на газовый баллончик. Должно быть, он пытался использовать его, видимым, безуспешно. Что могло сотворить с ним такое? Хм, что может пригодиться? Хм, это может пригодиться. А самое интересное, то что вот этот перцовый баллончик действует на призраков. Бумажник. Его зовут Хенбэй. Я его не знаю. Вы получили ключ-карту подземной парковки. Так. Ключ-карта подземной парковки. Дает доступ к подземной парковке. Парковка внизу. Пора отсюда сваливать. Так, подождите. А, еще одна записка и кажется, последняя записка находится в подвале. Конечно же, дверь закрыта. Плохи дела. Ключ-карта не сработает, пока дверь обесточена. Где-то здесь должен быть резервный генератор. Так, одна под землёй. Одна под землёй. Не так я себе представлял эту ночь. Так, монетки нету, да? Ну давайте сохранимся. Так, где-то здесь записка вроде должна быть. Если я не ошибаюсь. Вот она, нашёл. Так, сразу же соберём тут монетки или что. Вода. Вода пригодится. Нужно будет очень много бегать в газовый баллончик. Ну, придётся оставить. Они уже есть. Бинты тоже есть. Сюда я уже больше не вернулся. Лето 1950-го года. Суми. Ничто не... Так, ничто не могло подготовить нас к ужасу, который произошёл летом 1950-го года. Весь наш район впал в смятение, когда пришло известие, что северокорейские силы пересекли 38-ю параллель. Моя семья слушала радиопередачу президента Ри, который призвал выживших оставаться в Сеуле и доверить правительству... Так, и довериться правительству, несмотря на опасность. Отец знал, что грядёт, и мы быстро собрали всё, что смогли... Так, всё, что могли унести. И пешком бежали из горящего города. Так, успели перейти мост Хана, прежде чем наши войска уничтожили его. Это было самое трудное путешествие в нашей жизни. После множества страданий и, так, душевных потрясений, мы наконец-то нашли свой путь в Пусан, последний устоявший город. Именно там, слухая тогда, ещё 16-летний мальчик, объявил, что присоединится к другим школьникам в качестве солдата-добровольца. Я в гневе протестовала, но безрезультатно. Так, ладно. Похоже на генератор. Нужно попробовать его перезапустить. Вроде бы сработало. Кто-то вошёл? Эй! Кто здесь? Прошу, покажись. Мисон, слава богу, я думал, что я здесь совсем одна. Что ты нашла, моя дорогая? Ещё одного наушителя, скрывающегося в нашем милом доме? Э-э-э, что? Как насчёт того, чтобы поприветствовать её в нашей прекрасной школе? Так, будем... Думаю, она ушла. Пора бежать на подземную парковку. Прошу, хватит! Нужно скрыться от этой... Двинутой. Запрыгай, ну же! Она не догонит! Стой, кто ты? Беги внутрь и найди безопасное место. Я уведу её. Кто это был? Так, первые пять записок в школе мы нашли. Теперь, так, подождите, в полицейском участке мы тоже какое-то определённое количество записок. Вроде тоже пять сможем поначалу найти. Но потом, вроде, когда мы будем сбегать, можно ещё дополнительно четыре вроде найти, ну, или пять. Нет, там вроде какие-то записки можно будет потом достать. Достать. Не уверен в этом, но вроде так и есть. Это была Миссон? Происходит явно что-то ужасное. Не думал, что эта ночь может стать ещё более странной. Он высадил меня возле полицейского участка. Лучше поскорее им обо всём сообщить. Мама и папа, наверное, страшно волнуются. Они будут рады услышать меня. Так, ну ладно. Я закончу на этом серию. Не получилось быстренько собрать. Я думал, я в этой серии успею и записки, первые записки в школе найти, и записки в полицейском участке найти. Но не получилось, не успеваю. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.